Приветствую вас! И для начала хотел бы вас спросить, за кого вы в большей степени переживаете? За себя, за свою семью, что вас будет напрягать присутствие девочки чужой, вашей племянницы в доме? Или все-таки вы беспокоитесь о своей племяннице, потому что ей нечего будет делать, она будет целыми днями сидеть дома? Вот именно из этого вам и нужно исходить. Если вы беспокоитесь о своей племяннице и будете считать, что она скучает, то тогда оставьте решение этого вопроса вашей сестре и, собственно говоря, племяннице. То есть, как они решат, так и будет. Но, нужно все, вот то, что вы написали, то есть, что вы работаете, что вы все это, еще раз донести, наверное, все-таки девочке, потому что ей придется жить с вами. И если она знает все тонкости, она все равно согласится, ну, значит, по-моему, и быть, это их выбор. Если вы осознаетесь, что неуютно, неприятно, она приятно будет вам, вашей семье, то вы будете чувствовать дискомфорт от пребывания дома чужого, пусть и родного, но все равно чужого человека, то в таком случае об этом нужно четко сказать со стороны. Потому что ничего хорошего девочка не получит, если будет ощущать напряжение внутри вашей семьи. Ваша семья, если не готова, имеет право не принимать никого со стороны. Просто потому что нельзя сделать пребывание другого человека в доме хорошим, приятным, если вы сами к этому не готовы. Поэтому в зависимости от того, что именно вас напрягают и о чем или о ком вы беспокоитесь, им нужно принимать решение. Если вы беспокоитесь еще раз о своей родственнице, то пусть решение принимают они. Если вы беспокоитесь о себе и считаете, что в данное время неудачно договываю ваше право, и вы имеете полное основание моральное и, значит, отказать. Никто из адекватных людей никогда не обменит вас в том, что вы сделали неправильно. Родня роднёй, но своя семья все-таки ближе. И вам как-никак нужно защищать в первую очередь свой домашний отчет, а уже потом думать о других людях. Именно так и нужно поступать. Ну и, естественно, не бояться возможных обвинений вашей сестры, потому что если сестра вас откажется понимать, то это будет означать, что она просто вас использует. Ведь любящий человек всегда понимает интересы другого человека. И лишь только тот, кто стремится использовать другого для своих целей, никогда не примет отказ. Так устроены люди. Поэтому, надеюсь, решение вы примите верно относительно своей дальнейшей ситуации. Пока желаю вам удачи, всего доброго. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok